Добрый день дорогие друзья! На обзоре прицеп Lunar Lexan 2007 года выпуска. Стоимость его 982 тысячи рублей. Прицеп на две стороны. Салон разделен проходной кухней. Большой раздельный санузел. Здесь у нас 4 отдельных спальных места. Такая планировка очень часто используется для любителей комфортного сна. Потому что все-таки французские кровати, королевские кровати, они все-таки стеснены в размерах. И для свободного размещения торот у нас предпочитает вот такие варианты планировок. Данный прицеп у нас используется с отопителем Truma Ultra Hat. Работа его возможна от электричества 220 вольт и от газа. И также мы видим часть, отвечающую за приток и выхлоп газовой части. Это бойлер Truma на 10 литров. Он проточный и также используется либо от электричества 220 вольт, или от газа. Ну и тем самым, конечно же, это достаточно автономно в плане пребывания где-то с этим прицепом без подведенных коммуникаций. Так, здесь у нас две вилки 7 и 6 пиновые. То есть при необходимости их можно объединить в 13 пинов. Даст возможность зарядки собственного аккумулятора места, для которого в данном прицепе есть и аккумулятор штатно здесь устанавливается. Ну и, конечно же, работа холодильника от 12 вольт в дороге тоже обеспечена. Встроенный газовый редуктор Truma. Здесь только замена газового шленга и установка газовых баллонов, которые уже можно будет заправить в России. Так, тент-палатка в данном прицепе может быть установлена с любой из сторон. Для этого есть закладная сторона, в том числе и с обратной стороны от входа. Доступ под одну из кроватей мы видим по правой стороне. Ну вот они, отдельно стоящие коечки. Здесь хорошие вот такие боксы. Здесь у нас задняя часть холодильника Dometic, контроль за выхлопом газовой части и нижняя решетка используется в основном для визуального контроля состояния газовой горелки. И также это используется для механического поджига холодильника. Бокс для установки собственного аккумулятора, вход электричества 220 вольт, газовый бойлер и вход вот как раз таки Truma Ultra Flow, который используется для подключения наружной бомбы. Также вентиляция в зоне кухни обязательно. Так, что у нас фасад без окна. Здесь санузел, он раздельный и достаточно комфортный. С левой стороны здесь матированное окошечко. Под ним находится место для того, чтобы можно было достать кассету и ее слить. И отдельный бачок смыва также используется в данном прицепе. Тент-палатка со стороны входа. Бокс. Это просто пластиковый бокс. Вот такой вот он, как часто используется, либо для аксессуаров, присутствующих газовому грилю. Вот здесь вот оно находится. Не хочу на морозе все это сейчас драть. И такой же бокс для доступа под кровать, находящуюся с левой стороны. Вот такой же небольшой бокс. Прицеп на оригинальных литых дисках. Ну и, в принципе, очень неплохо выглядит и снаружи, и внутри. Давайте посмотрим как раз-таки его в салоне. Мне очень нравятся вот эти светлые интерьеры, которыми богат лунар. Итак, в передней части у нас два отдельно стоящих дивана. При необходимости они могут быть объединены в одно спальное место. Здесь у нас все на морозе, не хочется драть. Под тумбочкой все это сейчас попробую аккуратненько достать. Но одной рукой это очень тяжело. Так, вот эта часть у нас выезжает. До сих пор у нас упор. И обратной стороной подушек, вот этой частью, где у нас ровненько, здесь у нас образуется полутораспальная кровать. Фасады достаточно неглубокие в передней части. Они не сильно свисают над головой. То есть, вот они вот таким вот образом выполнены. Внутри тоже МДФ. Достаточно глубокие они в передней части. Окна оснащены москитными и фольгированными шторами в передней части салона, как, в принципе, и во всей. Далее, когда мы проходим немножечко назад, по правой стороне мы видим интегрированную кухню. Напротив мы видим шкаф со стоечкой, отопитель. И мы попадаем потихонечку в спальную зону, которая может быть вот как раз-таки ограждена мягкой шторкой. Вот я развернусь для лучшего удобства. Вот у нас одна кроватка. Вот вторая кроватка. Вот она с ортопедическими матрасами, мягким изголовьем. Все как положено. Возле каждой кровати есть окошко. Есть у нас между вот этими частями вот такая вот телевизионная зона, откидной столик. Любовь и голуби. Либо продолжение столешницы в основной части кухни, либо просто чтобы попадал, скажем так, свет в спальную комнату. Вот это уже хендмейд. Здесь установлен достаточно мощный такой кронштейн для крепления телевизора. Что касаемо части оборудования в данном прицепе, под кроватью у нас расположился бойлер проточный на... Насколько у нас получается, он на 10 литров почему-то флажок у нас не слит. Надо как-то сейчас туда пробраться рукой и поднять этот, вот этот флажочек. Сейчас я его поднял, чтобы даже если какие-то остатки воды были, они слились. Так, бокс, отвечающий за входящее электричество с блоком питания на 12,9 вольта и предохранители на отдельные потребители 12 вольт. Они все подписаны, то есть все входящее электричество, которое 220 понижается до 12 вольта, оно идет обязательно через отдельный предохранитель. Интегрированная кухня, она сразу напротив входа, включает в себя холодильник Dometic с большой морозильной камерой, работа от электричества, газа и 12 вольт при условии наличия 13-пинового подключения. Так, здесь у нас расположился насос-помпатрум ультрафлоу, здесь у нас показатель либо степени заряда аккумулятора, либо работы блока питания. Общая кнопка включения 12 вольт, активация насоса-помпы. При активации насоса-помпы, если мы включаем любой концевичок, видите, лампочка загорелась. Ну вот давление сейчас, она работает по давлению. Активировали, набрали воду и, в принципе, у нас и появилось давление в системе. Трехкомфорочная газовая поверхность с пьезоподжигом, газовым грилем и духовочкой. Здесь еще у нас в зоне кухни вот такие боковушки есть, сюда можно какую-то сыпучку поставить, масла и так далее. Микроволновая печь, работа только от 220 и в модуле, который расположен над раковиной и основной частью кухонного гарнитура, здесь также органайзеры для уже сухой посуды. Топимся. Отопитель Трума Ультра Хат. Здесь он у нас с раздувом. Работа от электричества и от газа. А здесь находятся его включатели. Есть стоечный шкаф с перекладинками. Есть у нас вот такой вот замечательный большой шкаф с перекладиной для верхней одежды. Также основная часть зоны кухни у нас оснащена приточно-отточной вентиляцией. Может быть использована как вытяжка, может быть использована для притока свежего воздуха. Ну и замыкает салон данного прицепа вот такой вот замечательный санузел. Слева по ходу движения расположился механический унитаз Тетфорд. Прямо по курсу раковина для умывания. И отдельно стоящая душевая кабина, выполненная полностью в пластике с безупречным поддоном. И все это дело у нас закрывается по принципу шкафа-купе. Итак, давайте подытожим. Это Лунар Лексон 2007 года и стоимостью 982 тысячи рублей. Сайт авточоиспсков.ру. Точное наличие и цены. Информация актуальна. Есть у нас инстаграм у Юрия Авточоиспсков. Ну и конечно же наш канал на ютубе, в котором мы вам рассказываем о прицепах. Благодарю вас за ваше внимание, за обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке.